Короче, видео вот такое, называется «Проституция на Твиче», и меня оно заинтересовало... Да, боже, женщина, хватит ко мне приставать. И вот мне интересно стало, и очень хочу посмотреть. Знаете, если бы я родился красивой тянкой с жопой и сиськой, я бы не задумываясь начал стримить на Твиче и продавать на OnlyFind со своё тело, поверьте, лучше любой другой работы. Ни для кого не секрет, что тянки в 21 веке перебрались с тр... Это... ...крас и клубов в интернет, и теперь здесь продают своё тело на различных сайтах. В Телеграме, на Бусти, на OnlyFind, на прочих других платформах. И самая лучшая площадка для тёлки, которая хочет монетизировать своё тело, это, несомненно, Твич. Ни Ютуб, ни Инстаграм, потому что в Инстаграме довольно-таки тяжело набрать аудиторию. На Ютубе это сделать ещё сложнее, нужно делать контент, нужно делать его регулярно. Конечно, есть тянки, которые преуспели в создании контента и в монетизации своего тела, но это уже тема для другого видоса. Твич — лучшая платформа, которая требует минимум вложений для тянок. Тебе просто нужно быть красивой, милой тянкой с неплохой фигурой, запустить стрим и купить немножечко рекламы. На первом же стриме к тебе набегут несколько десятков сперматоксикозников. Ну, это не совсем так работает. Вы можете прямо сейчас зайти внизу Твича, и вы увидите там огромное количество девочек с жопами и сисями, которые стримят на онлайн 5. Если ты не совсем пробка и умеешь немножечко разговаривать и связывать слова в предложение, то они у тебя, поверьте, останутся. Аудитория будет со временем прибавляться, и ты сможешь создать себе онлифанс и успешно монетизировать своё тело. Шесть месяцев назад я создал канал на Ютубе с нарезками по Твичу, и как это ни странно, самые залетающие видосы — это видосы с тянками, где какая-то стримиша покажет. Ты должен им, наоборот, спасибо сказать, потому что они тебе делают хлеб. Ну, у тебя 90, 90, 90, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 200, 400, поллям просмотров. Ты шутишь, и он ещё на них выёбывается, я правильно понимаю? То есть чел делает контент просто с видосами по 15 секунд, у него нет монетизации. Показала жопу, показала грудь, сказала какую-то завлекающую... Я неприметно принял участие. Ещё и посмотрю, да, он пересматривает. Поверьте мне, я разобрался в этом дерьме досконально. Во всех онлифансах, во всех приватках, во всех стримершах, и сегодня я с вами поделюсь этой... Не, не защищайте девочек. Не, ну, мне в целом похуй. Хотя стримить сиськи, пусть стримить сисики. У меня сисек нет. ... сокровенной информации. И первая, самая обширная категория проституции на Твиче, это как раз-таки онлифанс стримерши. Делятся они на две категории... Ну, красивая няшка. ...какегории на олдовых стримерш, которые уже очень давно стримят в процессе своих стримов, создали себя онлифансы и прочие приватки. И на новеньких стримерш, которые пришли на Твиче исключительно, чтобы заработать бабла на подписчиках с приваток. Начнём мы со второй категории, с новеньких стримерш, которые только недавно завели себя онлифанс, и по сути на Твиче пришли за одной целью раскрутиться и прямо сейчас одномоментно заработать много подписчиков на свою приватку. Зачастую такие стримерши не обладают интересным контентом, да и, в принципе, они не стараются, у них нет такой цели удивить подписчика контентом. У них вообще нет цели набирать подписчиков долгие годы, стримить контент огромное количество времени. Они на это не способны. Они пришли... Ужас Мин, по-моему, есть, онлифанс, не знаю, она у меня в друзьях ВКонтакте, и... Когда я туда заходила, там были фотки, разные косплеев и прочие темы, вот всякой такой. И мне кажется, что у него как будто есть либо приватка, либо онлик. Ну, мне так кажется. На Твич заработать бабок, весь их контент, все экстримы построены на том... Ой, нифига ножки милые, кстати. Чтобы показать какую-то... Батени как игрушечные, хорошие. ...сексуальную часть тела, жопу, сиську, сказать какую-то завлекающую фразу... О, а это вообще тут при чём? Она вообще тиктокерша там какая-то. ...принять какую-то позу, стримить в обтягивающей майке, в обтягивающих лосинах, всё, чтобы привлечь... Вы бы видели, как я сегодня выгляжу? Блядь! Блядь, хотите взглядеть, как я сегодня одета? Норм? Нормально? ...побольше мужской аудитории, которая послед... ...проси... Да. ...ты перейдёт на OnlyFans, чтобы посмотреть... ...слишком обтягивающая... Так, а ну-ка. ...больше. Я, кстати, только что заметил, что у неё написано ...трахают мою попу. Что, блядь? ...почку, если кто не понял... Так, а такое нельзя же? ...котобно натерать. Продолжаем. Им даже не нужно запускать ежедневные стримы... Сколько нужно заданать, чтобы ты надела платье? 30 тысяч. ...чтобы эти подписчики приходили к ним... Я прямо сейчас его типа надеваю. ...потому что нарезки с этими стримершами обычно разлетают... Бать ты, шторцы. ...всему интернету, где она что-то спалила, где она... ...что-то засветила, и, следовательно, подписчики её сами находят и покупают её приватой. Бать охуела. Да, с чего бы я должна делать то, что я делать не хочу... ...за маленькую цену? Ну вот, блядь, с чего бы вы это взяли? Вот откуда? Вот, если бы вы спросили, за сколько выпьешь банку колы? Я скажу, за 1 рубль. Всё, блядь. Ну, типа, вот так. ...она живёт в золоте. Красота, спасибо, Твич, за раскрутку. И самое главное отличие этих онлифан стримыш от лдовых стримыш... ...за сколько выпьешь бутылку пива за бесплатно? За секунду, блядь. Как раз таки то, что контент они делать не собираются, и в истории Твича им оставаться незачем. В отличие, так сказать, от наших ветеранов стриминга, которые... Типа запом, да, окей. ...очень давно стримили и в процессе уже поняли, что нужно как-то монетизировать дополнительно свой контент, и завели себе онлифанс. Такие стримыши, например, как Лерон Барон, Карина Стримыша, Братишкин, Сараби, Аляша и прочие-прочие олдовые стримы... Сараби красиво, у Карины Стримыша там вообще, блядь, сайт нахуй свой, это же вообще ебан. Ну, мне кажется... Ну, Карина, это прям вообще воу, у неё ещё и тело, она настолько его проработала, что это пиздец. ...приратки. Их интересно смотреть... Да, у Братишкина же есть приватка. Ой, онлифанс у него есть, вы знали об этом? ...их знает огромное количество человек, потому что в первую очередь эти стримиши зарекомендовали себя как креаторы. И да, они действительно интереснее многих новых стримиш, но если я скажу, что они как-то по-другому набирали свою аудиторию, я вам напишу. Каждая стримиша хоть раз светила жопой или сиськами, чтобы набрать свою аудиторию. Аляш... Я так не делала ни разу, блядь. ...например, вообще... А, у Братишкина буси, да, не онлифанс буси у него. ...всю свою карьеру вначале построила на том, что постоянно сувала жопу в кадр. Но смысл именно в том, что стримы им интересны, в отличие от... Было дело. Да, блядь, инста, это вообще другое. У меня там фотки, где я в купальнике. Ну что, блядь, я там... У меня там фотки из бассейна. Я в чем должна быть в бассейне? Вот так, блядь, вот как сейчас? ...новеньких стримиш. А, ладно, у меня там есть и просто фото жопы. Так, все. Забыли. Новеньким стримишам стримы неинтересны. Им это нахуй не нужно. Им не нужна... О, Рина, привет. Я тоже не делала. Ну, блядь. ...с которой нужно общаться. Им нужно посвятить жопы, посвятить сиськи, чтобы эта самая аудитория купила приватку. Никакого вообще хейта к этим... Ребята, купите приватку. ...тримишам только уважения. Красавчики нашли, как монетизировать ебучих спермобаков. Пацаны, если бы вы покупали фотки моей жопы, да, блядь, с удовольствием. Ссылочка в описании. Ребята, купите приватку. У меня там фото жопы. Вот я это так должна рекомендовать. Я буду валяться в золоте, кайфовать. И хотелось бы еще затронуть одну тему, которая меня очень волнует и, думаю, волнует многих. Это то, что не у всех стримиш есть приватки. Кто бы не хотел увидеть приватку? Ди Рубенс, Оринян, Генсухи, Акулич, Гаечки и прочих самых популярных стримиш. Ну, реально, пацаны. И меня этот факт делает очень грустным. Пишите в комментарии, какую... Очень грустно, ведь у них нет приватки, блин. Я только что осуждала, что у них есть... Потому что они попу показывают и сиси, а теперь, блин, вот, у них нет их. Мне очень жалко. Стримишу вы бы хотели увидеть на онлике. И мы идем дальше к следующей категории. Странный стримиш. Странный категории. Спасибо за 101 рубль. Сейчас посмотрю. Он не говорил, что осуждает. Но он так просто говорит в негативном каком-то контексте. Проституция на Твиче. Это стримиши, которые ведут себя на трансляциях очень развратно говорят всякие различные пошлые фразы, которые извлекают мужиков, которые разлетаются на рез... Ребята, какая бы фраза вас сейчас... Вам понравилась бы вот... Какая бы вас фраза завлекла вот... Какая? Как тебе попасть? Не знаю. Пенис. Хорошо, я говорю пенис. Типи-типи, чапа-чапа, дуби-дуби, даба-даба. Пупупися. Я... Пописи, блядь, что... ...борщ на столе. ...посмотров. В рот было, а вот на лицо нет, потому что... Вот это моя красотка, я подписана на ее ТГ. Просто красавица. Но она реально красивая внешне, просто... Знаете почему? Потому что когда ты, допустим... Ну, именно масочку... Еще у него контент в Телеграме смешной. ...лицо и спермы я делаю, чтобы, допустим, избавляться от прыщей и так далее. Вот, а именно чтобы, ну вот в процессе на лицо такого не было. Показывают жопы, показывают сиськи, но у них нет монетизации этого контента. Понятное дело, они этим самым привлекают аудиторию, я не знаю, будет ли у них приватки в будущем или нет, но пока что они ведут себя достаточно странно. Для примера возьму Ди Рубенс, если вы не понимаете, о чем речь. Каждый ее стрим это нарезка на Литву. Блядь, я начала смотреть видео с сиськами и с жопами, у меня онлайн вырос. Все, ребят, я кажется, поняла, какой контакт я буду делать. Потому что на каждом... Смотреть видео с сиськами и с жопами. В стриме запалена жопа, запалена сиська, сказана какая-то пошлая фраза. Наде... Да, блядь, у Ди Рубенс поху, у нее Лева, Лева же спалил яйцо, вот это смешно было. Это какая-то вызывающая, обтягивающая одежда. У нее нет привата, и причем она на каком-то стриме говорила, что у нее никогда его не будет. Почему? Не понятно. То есть одеваться на стримах и выглядеть разратно, это нормально, но продавать свои фотографии, это за шквар, это мы делать не будем. Можно объединить эту категорию в благотворительную проституцию. Жопу показываем, сиськи показываем, но... На самом деле это поведение, ну не каждой девушки, и не через одну. Это очень, очень часто встречаемое поведение у девушек, особенно у современных. Это, типа, прям очень такая распространенная хуйня, особенно если у нее есть там друзья, геи какие-то и так далее, типа они это делают, и потому что хотят там показать жопу и сиськи, блядь, а просто потому что, ну, почему так? Да я не знаю, блядь. А просто потому что, типа, вау, смотрите, какая пизда-то, вот так. Не за деньги. Спасибо. Какие беспизда, реально, почему? Хотя бы на этом. Я думаю, вы иногда заходили на Twitch, заходили на YouTube и видели нарезку, где просто телка лежит в жопу. Это вообще пиздец, блядь, здесь какая-то девочка. Боже, напомните, Олеся, у нее еще большими капсом, капсом у нее имя. Олеся, она еще говорит на русском и на английском. Олеся. Либерман, да, точно. Она всегда с жопой голой нахуй. Такой, блядь, камеру. Вообще пиздец. С жопой в камеру и ничего не делает. Я называю таких стримиш АФК жопа стримишами. АФК жопа стримишами, отлично. Самые настоящие проститутки. Единственный контент, на который они способны, лежать на кровати 30 часов. Да, они действительно проводят стримы, где 30 часов просто нихуя не делают. И главное... Ба, блядь, это действительно... Я к этому искренне стремлюсь. Изюминка этой трансляции, то, что камера стоит в самом хорошем ракурсе этой стримиши. Возле пизды... Этой трансляции, то, что камера стоит в самом... Так у нее же подкладка под жопу, нет? Или это такие странные штаны, как будто тут подложено это? Ну, хотя нет, у нее вот тут край попы. То есть нет, не под... Ну, ладно. ...хорошем ракурсе этой стримиши. Возле пизды, возле жопы, возле сисек, неважно. Главное лосинами... Вот так охуенно сесть, ноги разве... Я так тоже иногда сижу, но мне просто так удобно. Блядь, у меня онлайн 1800 за жопу вот этих. Ааа, сделается нарезку. Ааа, жопы, бейськи! Сильнее обтянуть рогатку. Да, с пушапом лосины, да, да. Надеть топик, все, профит, у тебя несколько тысяч зрителей, ты просто лежишь, читаешь комментарии, и камера снимает твою жопу. И таких стримиш на твиче огромное количество, просто пиздец, как их много, но, к сожалению... Мне вот интересно, насколько доход этих стримиш и меня, типа, разнится. То есть... Ну вот я, да, получаю определенную сумму, а получают ли они больше, или это вообще бессмысленная хуйня, то, что они жопу тычут в камеру. Потому что у той же Олеся, я захожу к ней, там, она стримит утром, вечером, блядь, и так далее. Разница, фу, блядь. Ты чё, иблан, это глагол. Ну, разница, насколько она разница. Ты меньше зарабатываешь. Получают больше, да. Ну, как будто, просто вот я сижу, допустим, да, у Олеси вот этой, и у них там и чат еле-еле пишут. Ну, хотя, наверное, потому что все дрочат, да. Они занимаются открытой проституцией, я не могу вставить их клипы, потому что все их клипы платные, сука. Если ты хочешь в записи посмотреть на ее жопу, на ее пизду, то будь добр, заплати за подписку, а потом смотри. Итог по этой категории проституции я могу подвести следующий. Подрочить можно, покупать не советую, все, контента там нет. Уебался. Сколько сейчас зарабатываешь в месяц? Пиздеть не буду, с приватки 50 тысяч, по донатам 100. Головой, а в стол, если хочешь купить приватку? В месяц. И закрыл, нахуй, ее трансляцию. Шутка. Я наврала, блядь. Это пранк. Нет у меня столько денег, ребят. Мне никто не донатит. Да нет, если бы я зарабатывала сотку в месяц, мы бы вот эту донатную полоску с вами закрыли бы, не знаю, блядь, за неделю, нахуй. Все. Следующая категория, не хочу относить их к проституткам, все-таки это... Одинка песня, да. Потому что другая культура, другие нравы... Дахуй это зумить! Другие ценности. Все, смотрим. Милое лицо, что еще надо для счастья? А, ну да, и танцы от корейских тяночек. Кайф для любителей азиаток просто 10 из 10 контент. Не считая, что это проституция, но как категория для дрочки на Твиче, я должен был это упомянуть. Я как любитель и ценитель азиатской эстетики, иногда захожу и охуеваю, насколько бывают красивые азиатки. Это просто пизда. И последнее, наверное, одна из самых явных категорий проституции на Твиче, это хайпажоры-стримерши. Если ты засветишься на одном из топовых стримов, будучи тёлкой, то огромное количество подписчиков тебе в Инстаграм просто обеспечено. Это он про меня? А если этот момент ещё и залетит на Ютубе, то ёбнешься. Просто подписчики будут литься рекой. И, разумеется, это поняли наши медийные тёлки, тёлки стримеров, тёлки рэперов и прочие тёлки, которые пришли на Твиче только ради хайпа. Например, такие как Инстрина. Да, прикольная тянка, да, красиво. Инстрина. Я даже не знаю, кто это. Но на Твиче она залетела. Вот это, это вот это она Инстрина? А чья это девушка? За хайпом. Она поняла, что на всех стримах, на каких бы она ни появлялась, ей все рады, её все любят. Нарезки с ней набирают ебанут. Бывшая ОДЖИБУДА? Бывшая Майота? Да как это Майота или ОДЖИБУДА? А, это девушка Майота, бывшая ОДЖИБУДА. Блядь. ...конечество просмотров, зная по своему каналу. И, разумеется, она начала стримить, но обычно контента у таких хайпа стримишь хватает на 1-3 стрима. На этом запал заканчивается, любовь к аудитории заканчивается. Они понимают, что это, оказывается, не так просто, не так легко делать контент каждый день. Или, например, Юля Гаврилина, которая год назад запускала стримы исключительно. Бля, вот у меня вопрос. Я всегда об этом задумываюсь, когда я вижу какие-то новости с Гаврилиной. Блядь. Вот у меня вам нравится Юля Гаврилина. Вы вообще знаете, кто это? Вот и я, блядь, не знаю, кто это. Я не ебу в душе, кто это такая, блядь. Я вижу ее постоянно. Я не ебу нахуй. Я знаю, там, Милохина, да, вот этих вот тиктокер, да, даже просят вот эту с ногтями и спермы, я знаю. И всяких таких. Но я никогда, блядь, не ебала в душе, кто такая Юля Гаврилина нахуй. Вот ну что это? Причем у нее внешность, типа, я не скажу. Делать контент каждый день. Или, например. Я не скажу, что у нее внешность, как будто прям она охуеть стримершу. Но я не говорю, что я, да, выгляжу прям как-то по-стримерш, по-стримерски. Вот, ну типа, есть определенная какая-то внешность, типа, аж, да, стримершка. Они все выглядят как-то так, одинаково относительно. А вот она вообще и вписывается в это. А, это бывшая Милохина. У нее 20 миллионов сабов. Я понимаю, блядь, но у меня вообще, у меня вопросы, типа, блядь. Вот кто это? Кто ты? Стример Юля Гаврилина, которая... Причем про нее так много всяких новостей там где-то во всяких пабликах. В пабликах про блогерах. Блогеров? Ты вписываешься? Не-не, я вообще не... Я прям не подхожу под стандарты стримерши вообще ни в коем случае. Кто такой Гусан Гасанов? Не, ну, окей, Гасанова я знаю. Я знаю. Год назад запускала стримы исключительно из-за хайпа. И вот недавно запустила стримы. Это она? Подождите, это один и тот же человек? Это один и тот же человек? Нихуя себе! И да, к счастью для них, это действительно работает, потому что запустила... Ты в Таиланде нам варана привезешь, конечно. Я же говорю вам, вот так его принесу, я его возьму, вот так подниму, буду так держать. ...посветила один стрим, посветила фарами, огромное количество нарезок, обсуждения среди мужского комьюнити. И плюс несколько тысяч подписчиков в инстаграм, как с куста. Или, например, Дилара. Дилара это вообще пиздец. Сначала встречалась с Моргенштерном, именно из-за этого начала стримить. Навряд ли ей интересны эти стримы. Навряд ли она вообще способна делать контент на протяжении многих лет. Потом, естественно, забила на стримы, потому что... Ой, тут Дилара красивая пиздец. Это маска на ней, или она так реально выглядит? Красивая очень. Ебала, поняла, что не вывозит. Такая миленькая. Но когда началась... Ракурс хороший. ...включаться с бустером, стримы, естественно, возобновились. И признаюсь, признаюсь честно, раньше я думал, что Егор Клит тоже такой же хайпажор. Например, Сода Лав там тоже что-то пытался стримить. Оу-джи Будо тоже. Ооо! Егор Клит тоже такой же хайпажор. Например, Сода... Ой, оооо! Круто, Дисса Бендер. Лав там тоже что-то пытался стримить. Оу-джи Будо тоже пытался... Ещё Дисса Бендер. ...стримить. И да, не только тёлки могут быть проститутками, жадными до хайпа. Пацаны, рэперы, всякие хуесосы тоже пытались залезть на Твич, но не получилось. Не так уж это легко, правда? Егор Клит, кстати... Ладно, на тех вот моментах не похож вообще. И, наверное, один... Ооо, Дисса Бендер, вот! Блядь, да пиздец же похож! Это просто Дисса, вот он, вот. Стоп, это Дисса Бендер, блядь, это пиздец. Охуеть просто! ...из единственных мизинных личностей, который на Твиче закрепился и стримит более-менее регулярно. Сейчас ещё посмотрим, как поведёт себя Моргенштерн, который на подкасте у Фреймтеймера говорил, что... Да я буду... Извините, Варан дороже Родины. Да? ...мне похуй на мой мелкий онлайн. Посмотрим, через месяцок, насколько... Блядь, у него ногти лучше, чем у меня. ...колько его хватит. Я думаю, Моргенштерн на Твиче долго не продержится. Всем огромное спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, если хотите ещё одну часть проституции на Твиче, потому что контента ещё достаточно. Как минимум, есть в Туберше, как минимум, есть Молстроп... Как минимум, есть продажные стримеры, и хотелось бы вас очень поблагодарить. Спасибо за... Это там был этот... Ладно. Вставки... Не, слушай, видео так-то хорошее. Ну, объективно. Оно сделано хорошо. Спасибо, у меня онлайн аж поднялся. Спасибо, у меня онлайн аж поднялся.